В этом году особо пристальное внимание прокуратуры направлено на коррупционеров. За шесть месяцев 2013 года дел по факту взяточничества заведено на 30% больше, чем в прошлом году. В суд направлено 61 уголовное дело. Взяточниками оказались двое полицейских, пять работников надзорных органов, в том числе двое сотрудников Департамента госконтроля, два сотрудника УФСИН уже отбывают тюремный срок. За решетку попала замглава администрации Юревецкого муниципального района Юрий Комиссаров. Осужден один судебный пристав-исполнитель. Человек занимался тем, что не все деньги, подлежащие возмещению по исполнительным листам, доносил до кассы. За это, соответственно, понес наказание. Ну и один преподаватель в числе этих лиц осужденных. То есть шесть врачей, один преподаватель, гаишников нет. Некоторые коррупционеры отправились на скамью подсудимых. По другим наказание ударило рублем. На сегодняшний день в суде находятся 95 исков на сумму более 5 миллионов рублей. В этом полугодии суммы штрафов были от 7,5 тысяч рублей, ну это там по 291, когда человек 100 рублей давал взятку, и до 3 миллионов 300 тысяч рублей. Порой люди сразу и даже в ближайшее время не способны такие суммы выплачивать. Я думаю, что это их существенно настраивает на то, чтобы они в дальнейшем не совершали коррупционных правонарушений и преступлений. Кроме основных сфер деятельности, прокуратура будет заниматься еще и подготовкой к экономической амнистии. Нижняя палата федерального парламента впервые за 10 лет приняла решение о помиловании почти 10 тысяч заключенных по всей стране. Прокуратура определяет возможных кандидатов на досрочное освобождение. Сейчас нам предстоит определенная работа, хотя количество лиц, подпадающих по данной амнистии, невелико. Все эти решения принимаются в согласии прокурора. Выборку провести определенную, ну и потом уже определиться с каждым конкретно, потому что там много условий, по которым не применяется. Несколько озвученных цифр касались долгов предприятий по заработной плате. На первом месте компания «Зернопродукт» с задолженностью более миллиона рублей. Второе место занимает ООО «ДСК Проект». Эта компания должна сотрудникам зарплату за два месяца. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.